МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте на 12-м канале. Час новостей в студии Анны Черных. И вот о чем расскажу в ближайшие полчаса. Опять двойка. Школу в деревне Спаск Называевского района временно закрывают из-за низкого качества обучения. Не смог сдать ни математику, ни русский язык. Где школьники смогут продолжить занятия. Как получить рекордный урожай, расскажут всему миру. В конгресс-холле стартовал крупный сельхозфорум Агроомск. У нас на полях есть сорта, которые дают уже 70, 80 и 90 центнеров гектара. Какими знаниями делятся омские аграрии? Бьется за право ходить на работу. Я могу полгода сидеть без зарплаты. Бьется, без задержания. Расскажем, в каких случаях компании могут отстранить непривитого сотрудника. Раскроют тайны саргатских царей. Мы узнаем, чем он болел при жизни. В Горьковском районе идут уникальные археологические раскопки. Покажем одну из обнаруженных гробниц. И на руках до вершины Эльбруса о Рустаме Набиеве, который потерял ноги при обрушении омской казармы, сняли документальный фильм. Еще одна медаль Виталина Бацарашкина завоевала серебро в очередном олимпийском испытании. Амичка выступала в командном соревновании в паре с Артемом Черноусовым. Это, как отметили спортивные эксперты, была борьба, которая потребовала от участников по-настоящему стальных нервов и выдержки. Поначалу вели россияне. Их противники, дуэт из Китая, не смогли сконцентрироваться на мишенях. Однако потом соперникам все же удалось собраться и выйти вперед. В концовке Артем и Виталина сравняли счет, но последние выстрелы принесли победу спортсменам из Поднебесной. У наших ребят серебро. С очередным достижением спортсменку поздравил губернатор Александр Бурков. Цитирую. Вы показали результат, которого пока еще не удавалось добиться омским спортсменам. Уверен целеустремленность и настрой на победу помогут вам достойно выступить в следующем упражнении и вновь покорить пьедестал. Конец цитаты. Добавлю, что впереди у Амички заключительный раунд. 30 июля ее ждут состязания в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров. Невероятному успеху Виталины Бацарашкиной будет посвященный новый выпуск «Большой тройки». Программа возвращается. Первый эфир станет по-настоящему золотым. Андрей Блохин и Алексей Адариев в жарком споре обсудят победу Амички. А Петр Смольников заглянет в гости к родителям олимпийской призерки и расскажет о том, как девушке удалось достичь таких высот. На повестке дня также хоккей. Авангард в статусе чемпиона. КХЛ вышел из отпуска и активно готовится к новому сезону. На кого сделает ставку Боб Хартли? И кто из новичков станет новым предводителем ястребов, зрители 12 канала узнают одними из первых. Модерировать диалог тяжеловесов в спортивной журналистике будет золотой голос омского хоккея Максим Гречанин, который, напомню, недавно был признан лучшим спортивным журналистом Омской области. Итак, новое заседание «Большой тройки» завтра в 20 часов не пропустите. За качество обучения «Двойка» в деревне Спаск Называевского района решили закрыть местную школу. Образование здесь получали 12 детей. Часть из них привозили из соседнего села. Занятия по всем предметам ввели только три педагога. И в последнее время уровень знаний ребят стал снижаться. Один из девятиклассников не сдал выпускные экзамены. Но сельчане с такой оценкой не согласны. Говорят, если школу закроют, детей придется возить в другое учреждение. Оно находится в 10 километрах от деревни. Репортаж Дарьи Шадриной. Родительское собрание во дворе Спасской школы проводят прямо в самый разгар каникул. Учебное заведение решили временно закрыть. Детей, а в деревне всего шесть школьников, предлагают возить в соседний поселок. До него 10 километров. Однако местные жители против. Во-первых, самое главное, о чем мы переживаем, это о безопасности наших детей. Потому что дороги у нас не асфальтированные. В зимний-осенний период, в весенний период, то есть дорог вообще нет практически. То есть, например, если даже наши дети утром уедут в школу и пойдет дождик, они назад возвратиться не смогут. А как нам быть? Как мы должны, с каким мы сердцем должны отправлять детей туда? В администрации Называевского района, которая приняла решение о временном закрытии учебного заведения, пообещали, будут следить за состоянием дороги. Ребят станут доставлять на автобусе. Это, уверяют специалисты, единственный выход из непростой ситуации. Продолжать обучение в деревне невозможно. Уровень образования в школе начал снижаться. Мы внимательно следим за результатами, за итогами года, подводим их. К сожалению, видим, что продолжается отрицательная тенденция, ухудшаются результаты у школьников. Мы это видим, понимаем, что надо какие-то принимать кардинальные меры. В этом году из обучающихся спадской школы, из трех человек, из выпускников девятого класса, один из двух попыток не смог сдать ни математику, ни русский язык. И такая же ситуация была и в предыдущие годы. По обязательным предметам русский математика. Из двух учеников, когда по одному не может сдать русский математику и предметы по выбору, такая же ситуация была. В учебном заведении всего четыре педагога. Один обучает начальные классы, другие ведут по семь-восемь предметов. Чтобы не заниматься с каждым ребенком индивидуально, детей объединяют в так называемые класс-комплекты. К примеру, математику проводят одновременно для учеников пятых, шестых и седьмых классов. Математически 45 разделим на три. В среднем так мы работаем по 15 минут, уделяя каждому. Естественно, не в одно время работаем, начинаем с общим классом, потом переходим по раздельности, по программе, что с каждым классом. Одним там дается свое изучение, другим другое, третьим третьим. Чтобы повысить качество образования, детей предлагают возить в соседнюю Утинскую школу. Здесь созданы все условия. Оборудованы лабораторные по физике, химии и биологии, есть компьютеры. А для младшеклассников действует продленка. Чтобы дети просто не сидели, не ждали потом своих старшеклассников, чтобы с ними вместе уехать. Им будет организована группа детей первых и четвертых классов, где они смогут под надзором воспитателя делать домашнее задание, готовиться к урокам. Если надо, будут поставлены кровати для отдыха, могут поспать, отдохнуть. То есть, само собой, двухразовое питание. На уроки сюда будут приезжать дети с нескольких деревень. В общей сложности в этом году за парту должны сесть 48 ребят. Чтобы родители смогли оценить разницу, для них провели день открытых дверей. В лаборатории есть, где проводить все практики. А там такого уже нет. Сейчас у меня девочка уже в шестой класс пойдет. Там уже с восьмого химия пойдет, с седьмого физика пойдет. Там уже такого нет. Практика она нигде не пройдет. А это понадобится в десятом классе, в одиннадцатом классе. Педагогам из Спасской школы предлагают тоже перейти в новое учебное заведение. Впрочем, пока и родители школьников, и преподаватели настроены скептически. Обсудить вопросы планируют на общем собрании с руководством учебного заведения. Оно состоится в конце недели. Дарья Шадрина, Сергей Никифоров, 12 канал. Полторы тысячи зрителей по всему миру в Омске стартовал традиционный форум «Агро-Омск». В Конгресс-холле развернули большую студию, из которой ведут прямые трансляции. Перед слушателями выступают эксперты из Казахстана, Германии, а также ведущих научных центров Омска, Новосибирска, Кемерово, Самары, Ростова-на-Дону и Москвы. В центре внимания новые подходы и технологии в сфере сельского хозяйства, меры поддержки аграриев, а также кадровый вопрос. В период пандемии, отметил глава Омского Минсельхоза, он встал особенно острым. Дистанционное обучение порой не всегда дает возможности выпускникам быть реально к производству. Эти ограничения, которые два года, они не могут посетить практики, не могут участвовать где-то в хозяйствах. Поэтому сегодня задача стоит именно актуализировать эти все вопросы, найти формат подходов для того, чтобы сегодня получить готовых выпускников, которые могли бы без проблемы участвовать в техническом процессе. Современную технику аграриям презентуют с помощью видеоэкранов. Машины облегчают технологические процессы на животноводческих фермах и помогают выращивать растения. Селекционеры, в свою очередь, представляют новые сорта зерновых и масличных культур, устойчивых к непогоде и заболеваниям. При этом готовы не только реализовывать семена, но и помогать фермерам на каждом этапе. Работать эксперты будут в течение двух дней. Для аграриев проведут несколько десятков мастер-классов и дискуссий. Все в формате видеоконференций. Посягнул на святое сломом и кувалдой. Полицейские задержали вандала, который разгромил мемориал, посвященный фронтовикам Великой Отечественной войны. С заявлением в местный отдел обратились представители администрации села Новорождественка и Селькульского района. Остатки ограждений правоохранители обнаружили в одном из дворов. Вором оказался 21-летний парень. Сумма ущерба составила 137 тысяч рублей. А вот выручил за награбленное сельчанин гораздо меньше – всего 12 тысяч. Стражи порядка выяснили, что накануне поздно ночью, используя лом и кувалду, молодой человек демонтировал и перенес к себе во двор 55 решеток со столбиками. Там, разломав похищенное на мелкие элементы, рассыпал чугунные осколки по мешкам, после чего партиями по шесть мешков на автомобиле похищенное было вывезено и в качестве металлолома сдано в пункт приема. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Расследование продолжается. Для больных коронавирусом Амичей оборудовали еще один госпиталь-стационар на 75 мест, открыли на базе Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА. Пациентов принимают с сегодняшнего дня. В красной зоне работают около сотни специалистов. Это врачи и младший медперсонал. Стационар оснащен необходимым оборудованием. Нет проблем с лекарствами, расходными материалами, антисептиками и средствами индивидуальной защиты. Что касается статистики, в регионе выявлено 373 новых случаев коронавируса. 427 тысяч Амичей уже поставили прививки. Среди них и Александр Бурков. Он завершил вакцинацию. Губернатор отметил, чувствует себя отлично. Чтобы сформировать коллективный иммунитет, привиться должны больше 800 тысяч жителей региона. Это, по словам Буркова, цитирую, поможет нам преодолеть пандемию и снять ограничения. Тем временем стало известно, что сроки вакцинации на омских предприятиях переносить не будут. Об этом сообщили сегодня представители Роспотребнадзора. Как отметили специалисты, вакцины в регионе достаточно. Поэтому предпринимателям нужно лишь договориться с медицинскими организациями или с мобильной бригадой медиков. Вообще же, за последнюю неделю второй компонент вакцины получили 30 тысяч Амичей. Это, по словам специалистов, недостаточный темп вакцинации. Чтобы привить нужный минимум, ставить прививки должны не менее 10 тысяч человек ежедневно. Прививки у нас идут недостаточно активно. Всего у нас привито, имеют первую вакцинацию 47,1% населения. И 32,7% это вторая вакцинация. Для того, чтобы защитить население, нужно обязательно привить 60 и более процентов населения. Поэтому такие сроки определены. Потому что, как вы все знаете, у нас люди любят расслабленно подходить к этому вопросу. И сегодня же с криком о помощи в редакцию 12 канала обратилась сотрудница одного из омских предприятий. Девушка утверждает, она должна была поставить прививку, но не успела. Заболела коронавирусом. С середины июля Амичка находится на больничном. Однако работодатель уже уведомил ее о том, что с 1 августа ее отстранят от работы, как непривитую. Терять работу девушка не намерена, но руководство компании настаивает на своей правоте. Ну и просто я сейчас с ними разговариваю. Они сказали, что нам в Ростом Минтрут или что-то еще на что-то не ссылается, что они действуют в рамках закона. Так что я могу полгода сидеть без зарплаты, без содержания. Как разъяснили представители Роспотребнадзора, после болезни Амичка должна будет предоставить работодателю больничный или сертификат о перенесенном заболевании, который появится на портале госуслуг. Отстранять сотрудника от работы в таком случае противозаконно. Это же правило действует и в отношении работников, имеющих медотвод. В случае подобных нарушений Амичи могут обратиться в трудовую инспекцию. Что касается сроков вакцинации после перенесенного заболевания, прививаться нужно только после того, как начнет снижаться иммунитет. То есть примерно через полгода. Единственной в стране на Омском нефтеперерабатывающем заводе завершается строительство уникального объекта – установки замедленного коксования. Она станет частью нового комплекса глубокой переработки нефти, который позволит предприятию повысить экологичность и энергоэффективность. А также запустить первое в стране производство игольчатого кокса и расширить линейку выпускаемой продукции. Подробности в нашем материале. Увеличение глубины переработки нефти почти до 100% – одна из главных задач большой модернизации, которая продолжается на Омском НПЗ. Особую роль здесь сыграет установка замедленного коксования. Ее строительство уже практически завершено. Она даст старт важному этапу переработки нефти – производству из тяжелых нефтяных фракций компонентов топлива. А также нефтяного кокса, который незаменим во многих отраслях промышленности – от нефтехимии до металлургии. Для сотрудников завода запуск такого масштабного комплекса – большая гордость. Быть причастным к строительству такой крупной установки – это вызывает гордость. При строительстве применяются лучшие на сегодняшний день передовые технологии. По сути, это будущее нашей нефтяной отрасли. Производство уже подключено к электросети. На площадке завершили строительные работы, смонтировали металлоконструкции и основное оборудование. Также, помимо строительства новой установки, сейчас на коксовом производстве идет модернизация уже действующей. Масштабное обновление позволит заводу первым в стране начать выпуск игольчатого кокса. Мы будем производить в ближайшем будущем игольчатый кокс, ту марку кокса, которая никогда в стране до нас не производилась и до сих пор не производится. Это будет наш большой вклад в импортное замещение. И это позволит нашим металлургам перейти на покупку и потребление российского нового инновационного продукта. При строительстве внедрены самые современные технологии, благодаря которым омский НПЗ втрое снизит влияние нового производства на окружающую среду. В проект развития замедленного коксования на ОНПЗ вложено 60 миллиардов рублей. Общий объем инвестиций, направленный на модернизацию производства, в пять раз больше. На первом этапе масштабной программы развития предприятие построило новые технологические установки. Перешло на выпуск экологичных моторных топлив Евро-5. После реализации второго этапа глубина переработки нефти на Омском заводе достигнет уровня лучших мировых показателей. Денис Ионос, Анна Черных, Сергей Никифоров, 12 канал. О хоккее омские ястребы сегодня уже сыграли первый матч после выхода из отпуска на турнире в Уфе. Наши ребята постоянно уступали молодежной команде московского «Динамо». Но сумели таки в концовке третьего периода сравнять счет 4-4. Шайбу о мячей забросили Александр Филатьев, Даниил Фисенко и Павел Леука дважды. Но все же решающий голевой бросок в овертайме остался за столичными хоккеистами. Что касается игроков «Авангарда», то на игровой лед они выйдут 30 июля. В Балашихе сразятся с Витязем из Подмосковья. И вот что еще покажем. Нетрезвый подход в Омске задержали 11 пьяных водителей. И выявили еще почти три сотни нарушений правил дорожного движения. Раскроют тайны саргатских царей. Мы узнаем, чем он болел при жизни. В Горьковском районе идут уникальные археологические раскопки. Покажем одну из обнаруженных гробниц. И на руках до вершины Эльбруса о Рустаме Набиеве, который потерял ноги при обрушении Омской казармы, сняли документальный фильм. Садятся за руль под градусом, не следят за исправностью техники и нарушают правила перевозки пассажиров. Почти три сотни нарушений выявили госавтоинспекторы во время профилактического рейда «Трезвость». Сотрудники проверяли водителей на омских дорогах, оценивали состояние как шофера, так и его машины. В итоге на обеспеченных автомобилистов составили около 300 протоколов. 11 водителей попались в состояние алкогольного опьянения. У 27 не было прав. Кроме того, 13 человек решили не пользоваться креслами и удерживающими устройствами при перевозке детей. Правоохранители просят омещать сообщать о подобных нарушениях в дежурную часть ГИБДД. В центре внимания – долина Саргатских царей. Так археологи назвали территорию в Горьковском районе, где расположены могильные курганы вождей и знати. Они населяли правый берег Иртыша в начале VII века до н.э. Одно из таких захоронений сейчас исследуют археологи. Трудятся совместно ученые Уральского отделения Российской академии наук и студенты Омского педагогического университета. Место захоронения разбирают буквально по косточкам. Говорят, находки позволят узнать мельчайшие подробности о быте и образе жизни древнего человека. За раскопками наблюдала Анна Кокорина. Разрытый курган для Василия Субботы словно книга о начале Железного века. Именно к этой эпохе ученые относят захоронение. Гробницу, как и положено, окружает ров, аналог современной оградки. Считалось, что так люди, населявшие берег Иртыша почти три тысячелетия назад, отделяли мир мертвых от мира живых. А вот размер гробницы, почти 4 на 4 метра, говорит о богатстве захороненного в ней человека. Широкой, судя по всему, была и поминальная трапеза. Ученые обнаружили останки сразу шести коров и лошадей. Можно вот посмотреть на, скажем, сам зуб, который был. Непосредственно располагались они за нашей спиной. Вот оттуда она была изъята. Собственно, было представлено в виде челюсти. Впрочем, часть угощения наверняка была приготовлена для богов в качестве жертвы. Вместе с усопшим в загробный мир отправляли то, что считали ценным. Украшения серебра и золото, а также просто красивые вещи из глины и металла. На них в свое время охотились кладоискатели. Побывали мародеры и в этой гробнице. Здесь мы видим древесину. Предположительно, она современная и использовалась для подпорок, которые делали грабители, чтобы и грабительский шурш не осыпался. Всегда есть шанс на ошибку. А на ошибку, к счастью, и у тех, кто грабил. Поэтому иногда бывает, что даже в грабленных курганах попадаются настоящие ценности и находки. Ну, мы надеемся на лучшее. Что уж будет, покажет только время и наш труд. Впрочем, драгоценности интересуют археологов меньше всего. И главная задача – воссоздать гробницу такой, какой она была три тысячелетия назад. Для этого с точностью до миллиметров в специальную программу вносят данные, где был найден тот или иной артефакт, как расположен ров и вход в захоронение. После 3D-моделирования покажет, как выглядел курган изначально. Установят ученые и некоторые данные об умершем. Если нам повезет, и там все-таки сохранится хотя бы часть этого костяка, мы узнаем, чем он болел при жизни. Был ли апистархоз у рыбы в РТШ в то время, например? Какую пищу он любил употреблять? Молочную, мясную, может, и была рыба, или что-то еще. Если череп сохранился в относительно нормальном состоянии, то да, будет проведена графическая реконструкция его облика. Раскопки на правом берегу РТШ продлятся в течение месяца. Если результатами эксперты будут довольны, исследования продолжат. В планах изучить еще несколько курганов. На территории Новопокровки их больше десятка. И самые большие наверняка принадлежат у вождям и их приближенным. Анна Кокорна, Сергей Никифоров, 12 канал. Просят помочь научиться дышать. А мечи могут спасти девочку с редким генетическим заболеванием. Больше восьми лет родители Алены Пашковой поочередно дежурят у кровати дочери. У малышки синдром проклятия ундины. Во сне организм девочки забывает, как дышать. Единственное спасение аппарат ИВЛ. Он подключен через специальную трубку к трахее. Заболевание полностью не лечится. Но помочь девочке все же можно. Для этого нужно установить диафрагмальный стимулятор. Весной 2019-го деньги на операцию уже собирали. Но провести ее так и не удалось. В феврале 2019-го года мы с Аленой попали в больницу. И, к сожалению, после больницы мы выписались только в июне месяце. И у Алены случилась кома. И вследствие всего этого, соответственно, ни о какой операции не могло быть и речи. Но с сегодняшнего дня те деньги, которые были собраны для Алены, они, естественно, числятся за Аленой. И мы ими не пользовались. Сейчас приобрести аппарат семья на эти деньги не может. За два года курс валют вырос в несколько раз. Большая часть суммы уже собрана. Требуется еще 800 тысяч рублей. Чтобы помочь девочке, отправьте смс на номер 3434 со словом «Весна» и любой суммой пожертвования. Зима в школы и детские сады Омска не придет неожиданно. Мэр Оксана Фадзина сегодня проверила, как подрядчики справляются с ремонтом социально значимых объектов. Это пятый детский сад на улице Конева и 97-я школа на Володарского. Зданию уже полвека обновить заведение было просто необходимо. Под особым контролем и строительство дошкольного учреждения на первой станционной. Видеосостройки мэр получает на рабочий компьютер ежедневно. Возводят учреждения по нацпроекту «Демография». Никита Смирнов подробнее. Уже этой зимой в детском саду номер 5 малышам обеспечат по-настоящему теплый прием. Чтобы ребята больше не мерзли, подрядчик отремонтирует крышу и фасад, проверит вентиляцию и систему отопления, заменит окна. Объект сегодня в ходе рабочей поездки проверила Оксана Фадзина. Побывала мэр в 97-й школе. Здесь уже починили кровлю, а сейчас укрепляют стены. Зданию более полувека. Делается стяжка. Идет замена канализации, водоотвода. Идет замена отопления, замена АПС, электричества. Осталось только определиться с подрядчиком по фасаду и отмостке. И замена дверей во все учебные помещения. Оценила мэр и ход строительства дороги на Пятой Корной. Ремонт проходит по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Здесь нужно заменить 3 километра асфальта, обновить бордюры и пешеходные дорожки. Подрядчику осталось благоустроить парковочные зоны и по поручению Оксаны Фадиной проверить схему организации дорожного движения, перенести переходы ближе к остановкам. Тут садят в школу, попадают в больницу, самое главное, заканчиваются. Да нет, ну она действительно, она возникла. Изменится и сквер на улице Кирова после благоустройства по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Он получит название «Рубиновая мечта». По дизайн-проекту здесь создадут игровые площадки для детей, прогулочные зоны, высадят цветы, установят скамейки и малые архитектурные формы. Ну а чтобы отдых действительно был безопасным, установят ограждение и проведут освещение. Еще один объект, который включили в график рабочей поездки городоначальницы – детский сад на первой станционной. Его строительство должно быть завершено к августу. Учреждение рассчитано на 140 малышей. Садик, безусловно, в этой территории нужен. Используются все новые технологии строительные. Что важно, обратите внимание, здесь мы ушли от мягкой кровли. На самом деле это хорошо, потому что впоследствии, в любой период года, если понадобится, можно выполнять ремонтные работы. Благоустроят и территорию вокруг детского сада. Организуют проезд, высадят деревья и установят фонари. Никита Смирнов, Анастасия Вишова и Виктор Осинцев. 12 канал. И сегодня же Оксана Фадина посетила одну из неблагоустроенных территорий в Советском округе. Здесь, на пустыре, находится хоккейная коробка. С просьбой организовать площадку для занятий спортом, жители нефтяников обратились к мэру через Инстаграм. По поручению мэра городской департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта подготовил документы для проведения аукциона. С победителем заключат контракт на обустройство спортивной площадки и установку уличных тренажеров. Ориентировочная стоимость объекта – 2 миллиона рублей. Также в планах включить эту территорию в программу формирования комфортной городской среды. Если жители нефтяников проголосуют за этот участок, в 2022 году по соседству с новой площадкой разобьют сквер. Не обошла вниманием Оксана Фадина и Красноярский тракт, где к ноябрю должны установить умную линию освещения. Она протянется от проспекта Королева до границы Омска. Проектирование было реализовано в прошлом году. Мы прошли экспертизу и буквально сейчас закончились муниципальные торги. Определен подрядчик, который буквально уже в считанные дни заходит на строительство линии наружного освещения протяженностью почти 12,5 километров. Побывала Оксана Фадина и на площадке будущего детского сада в поселке Большие Поля. Сейчас подрядчик расчищает территорию под будущую стройку. Согласно проекту, здесь возведут трехэтажное здание. Рассчитано оно на 140 детей. Свои двери дошкольные учреждения откроют в 2022 году. Еще 72 новых точки роста готовятся открыть двери для учеников. Для ребят, которые увлекаются химией, физикой и биологией, это уникальная возможность поработать на самом современном оборудовании и углубленно изучить предметы. Центры будут действовать на базе сельских школ. Так, например, в Русскополянском районе 1 сентября заработают сразу два таких учебных пространства. В селах Алабата и Хлебодаровка. Для этого в школьных кабинетах провели капитальный ремонт. Возможности новых точек роста оценил Никита Гайдаш. В Хлебодаровской школе закончился большой ремонт. Полностью преобразились два кабинета. В них будут проводить занятия по биологии, физике и химии. Для демонстрации опытов установили вытяжной шкаф, а для экспериментов – специальные парты. Можно здесь проводить исследовательскую работу. Для этого здесь используются вот эти столы с специальным полимерным покрытием, химически устойчивым к реактивам. Уже в августе сюда поступит новое современное оборудование. Препараты, реактивы, а еще настоящая цифровая лаборатория. Это компьютеры, датчики и измерительные приборы. Удобно тем, что сразу же результат дети могут видеть на мониторах компьютера в виде таблицы, в виде диаграммы, либо в виде графика. И сопоставлять и делать соответствующие выводы. Новые возможности появятся и у учеников Алабатинской средней школы. Техника, как уверены преподаватели, поможет выпускникам успешно сдавать экзамены. Самые, наверное, востребованные предметы на ЕГЭ – это как раз физика, химия. Надеемся, что наши выпускники, благодаря возможностям, появившимся у них, будут показывать более высокие результаты в государственной на итоговой аттестации. Всего за последние годы в Омской области появилось 100 точек роста цифрового и гуманитарного профилей. По нацпроекту образования на это было выделено больше 360 миллионов рублей. Дети из сельских школ занимаются робототехникой, запускают квадрокоптеры и постигают азы программирования. На базе центров открывают шахматные секции, проводят занятия по технологии и УБЖ и даже готовят будущих журналистов. Никита Гайдаш, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. Невзирая на личную трагедию, смог покорить инстаграмы Эльбруса, теперь еще и стал звездой кинофильма. Про уфимского блогера и спортсмена Рустама Набиева, который чуть было не погиб при обрушении казармы в Омске, сняли документальную ленту. Картина «30 тысяч ударов» расскажет о восхождении сильного духа молодого человека на самую высокую гору России. Причем сделал Рустам это на руках. Съемочную группу и спортсмена познакомил друг Набиева, альпинист Иланд Чечнев. Ему же и пришла в голову идея запечатлеть покорение вершины. В картине используют кадры, снятые в ходе прошлогоднего восхождения на Эльбрус. Обещают создатели ленты и поделиться некоторыми сокровенными мыслями бывшего десантника. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Ветер западный. 6 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ярмарка меда в Омске. С 12 июля по 8 августа. Ждем вас в торговом центре «Корона» остановка ДК имени Баранова и УДК имени Малунцева. Акция. При покупке одного килограмма меда, один килограмм цветочного меда в подарок. На этом у меня все. Спасибо за внимание и хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова